Горячая линия Виступаючи перед делегатами, які прибули з усієї області, народний депутат України Андрій Вадатурський звітував про роботу територіальної організації партії. Учасники заходу обговорили і проблемні питання, які виникли в осередку парт організації. Андрій Вадатурський так аргументував своє рішення залишити посаду. «Я в початку говорив, що я уйду з руководячої должності, і багато слухали це, тому що має бути определенний новий етап, я хочу, щоб новий людина додавав щось нове і продовжив це справи». Нагадаємо, що Андрій Вадатурський очолював територіальну організацію з травня минулого року. На посаду нового керівника він запропонував кандидатуру радника президента України Юрія Бірюкова. За словами Андрія Вадатурського, це питання узгодили із Петром Порошенком. Але делегати конференції не підтримали з першої спроби рішення Андрія Вадатурського про складення повноважень. І лише після тривалого обговорення і повторного голосування Андрія Вадатурського відпустили з посади. Після чого більшість голосів – 29 за – підтримали кандидатуру Юрія Бірюкова, відомого своєю волонтерською і громадською діяльністю. Юрій Бірюков є радником президента України з серпня 2014 року. Жовтня – радник міністра оборони, ініціатор створення Офісу реформ Міноборони. Він зазначив, що доручені йому повноваження є для нього абсолютно новою роботою, але й волонтерську діяльність припиняти не збирається. І прагнутиме реалізувати завдання, поставлені президентом. І сьогодні ми пригласили в студію Юрия Сергійовича Бірюкова. Добрий вечір. Добре. Для того, щоб прояснити ситуацію, що ж в БПП «Солідарність» і що принесет регіону таке избрання нового голови. І перший питання, який би хотіло задати, як ви оказалися взагалі в числі кандидатів? В цьому сюжеті ми бачили, що вам пропонував Андрій Ватадурський. Як це взагалі взагалі? Удивительно було для нас? У нас в останнє время все удивительно происходит і завжди, але неожиданно. Після містних виборів 2015 року Петр Алексеївич попросив промониторити ситуацію в Николаївській області, просто потому, що я сам із Николаїва і, соответственно, розумію, де які райони, і що, що, як должно происходить в цій області. Я почав мониторити, ми приїжджали сюди з командою ребят із Києва, ми смотріли, ми общались з людьми, общались з главами районних організаций партий. В какой-то момент я це все сложив в кучу, доложив президенту, ну і, в общем-то, він сказав, ну, хорошо, там треба що-то менять, тому давай-ка, може, ти спробуєш це змінити. Понятно, спасибо. А скажіть, ви сказали о том, що ви розмовляли з президентом, і президент що-то конкретно хоче менять. Ось тут возникає такий некий коллапс. При голосовании за відставку Яценюка, БПП, имея чіткий сигнал от президента, о том, що Яценюку треба уходити, не голосує. Тобто в Києві, по большому счету, розброд і шатання. Внутренні якісь групи, антикоррупціонери, антикоррупціонери, антикакі-то ще хто-то, да? А почему ви решили, що в Николаїві получится консолідувати сили БПП, якщо, грубо кажучи, в голові появилась такий розброд і шатання? Ну, во-первых, то, що є позиція президента України по яким-то голосуванням, це ж не приказ. І тому вони голосують так, як считають потрібно. В'общем-то, це навіть на нашій партийній конференції було чітко видно, що ніякого приказу обязательно назначити Бирюкова, в'общем-то, как би не було. Було голосування, і Бодатурского не з перого захода вообще отпустили з цієї должності. Ксати, а як ви це можете прокомментируювати? Чому його не відпускали? Ну, там вообще сложилось, чому-то у людей відчування, що він уходить з партии, уходить з фракції, переходит куда-нибудь в другу сторону. І после того, як він объяснил, що з партии, то він не виходит, і не перестає бути народним депутатом, і не перестає бути народним депутатом від БПП «Солідарність», в общем-то, ситуація і моментально успокоилась. Потому що, вот, почему-то все думають, що це указ, приказ. Вот, даже ви 5 минут назад постоянно говорили о моєму назначенні на эту должні, хоча мені не назначали, мені именно избрали. Хорошо. Скажіть, в цьому в цьому випадку, скажіть, у вас немає опыта в політиці? Ви член партии, наскільки я знаю, з февраля. С декабря. С декабря, извините, да. То есть, грубо говоря, в этом партии человек достаточно новый. И вот как вы планируете осуществлять свою управленческую деятельность? И что вы вообще видите на этом посту? Что он вам даст, что принесет для Николаева? И в конце концов, для каждого жителя Николаївщины? Опыта в политике в прямой форме, наверное, нет. Хотя работа полтора года в Министерстве обороны, это тоже политика. Там приходилось заниматься политикой, потому что одно дело уставы, приказы, регламенты, директивы, другое дело понимание того, что для подписания документов в Кабинете Министров нужно заниматься политикой. Нужно общаться с разными министрами от разных партий, объяснять позицию, почему это нужно. Поэтому опыт в политике был какой-то. Ну вот за вот эти полтора года. Но это более косвенная политика, но не прямая. Вы понимаете, есть кардинальное различие между политическим участием в госструктурах и чистой политикой в регионе. Это достаточно кардинальная разница. Ну, полтора года назад не было вообще никакого опыта. Теперь хоть какой-то опыт есть. Теперь будет нарабатываться вот следующий опыт. Что это даст для Николаева и для жителей области? Ну, наверное, в первую очередь мы хотим, наверное, пользуясь моим собственным опытом, вот уже в достаточно упорядоченной структуре. Министерство обороны это все-таки, ну, упорядоченная структура. Навести хоть какой-то порядок в отношении партии с органами исполнительной власти. Потому что, как бы вот по тому анализу, который я видел, ну, здесь были странные ситуации, когда депутаты от номинальной партии власти находятся в оппозиции к главе райгосадминистрации. Это, ну, не совсем понятная для меня структура. Потому что все считают, что БПП «Солидарность» это партия власти, но ведь за реальной экономикой, за реальными решениями стоят главы райгосадминистрации, облгосадминистрации. И нужно наладить совместную работу. Потому что иначе получается странная ситуация. Винят во всем партию власти, но зачастую партия власти не имела никакого отношения к принятию того или иного решения. Поэтому будем наводить, как бы, в этом порядок. Юрий Сергеевич, вот скажите, пожалуйста, кроме всего того, что будоражит умы украинцев, да, вот в последнее время все больше и больше, на днях появилась такая социологическая информация от КМИС, такой известной службы киевской, показывающая уход БПП «Солидарность» с первых позиций рейтинга партий. Вот на его место, на место БПП взобралась Батьковщина, 18,6%, у БПП 11,4%. Это был опрос, если бы выборы в парламент были бы сейчас. Серьезный рейтинг у радикалов, у ОПА-блока 13,2%, в однородном фронте вообще умолчу из скромности, да. Вот по вашему мнению, что это, это очередная победа популистов, либо серьезный провал правовластной партии? И то, и другое. Во-первых, это очередная победа безответственных людей. Очень неудобная позиция, ничего не делать, не делегировать своих представителей в кабинет министров, не отвечать ни за что в реальной экономике, заниматься откровенным популизмом, откровенно играть на чувствах населения, упоминая там ключевые слова, тарифы, ай-яй-яй, зарплата, ай-яй-яй. И, конечно, ты получишь популярность. Не защищаю народный фронт, хотя они коллеги там по коалиции сейчас Верховной Раде, но вот, в общем-то, многие из них откровенно тяжело работали, и вот падение рейтинга. Потому что, когда люди говорят, нам нужны реформы, зачастую, к сожалению, люди считают, что реформа, это главное, чтобы повысилась зарплата, понизились тарифы. А как это произойдет, как быстро это произойдет, никого не интересует. Нужно, чтобы завтра выросли зарплаты и упали тарифы. Хорошо, вы будете на посту главы Николаевской БПП «Солидарность», скажем, подобное общение с населением проводить? По средствам, опять же, телеэфиров, там, каких-то еще? Конечно, именно поэтому я вот сейчас у вас. Вот. Отчасти. Хорошо, тогда давайте вот в рамках этого вопроса, который Игорь задал, мы перейдем теперь к нашим реалиям, да, Николаевщины. Вы изучали результаты выборов 2015 года, само собой, да? Ну, вы говорили об этом, да? Скажите, а почему партия власти так слабо отыграла, как партийная организация, на этих выборах? Как вы считаете, в чем проблема была? Потому что в середине 2015 года здесь происходили до сих пор для меня зачастую необъяснимые вещи по формированию списков, когда группы влияния, они же везде есть, не только Верховной Раде, они везде есть, группы влияния ставили каких-то своих кандидатов, потом за 2-3 дня снимали этих кандидатов, а при этом руководство областной организации партии вело свою какую-то политику. Вот этот весь хаос, кроме как хаос, называть нельзя, вот он и привел к таким результатам. То есть вы сейчас хотите сказать, что в принципе управление Ватадурского привело к такому хаосу, правильно я вас понимаю? Управление Ватадурского отчасти привело именно к такому результату. И вы считаете, что вы сможете это дело как-то упорядочить, да? И вот тут как раз сразу следующий вопрос. Много комментариев пришло на анонс данной передачи, и многие спрашивают, что будем делать с одиозными личностями в партии БПП, например, с тем же Аркадий Карнацкий, о котором в кулуарах ваши сопартицы очень негативно отзываются, но внешне, конечно же, нельзя, потому что мы сила. И есть ряд помощников депутатов, народных депутатов, достаточно одиозных, например, у Бориса Козыря есть такой помощник Николенко, если мне память не изменяет, да? То есть это люди одиозные, которых в регионе знают со стороны, грубо говоря, старой власти или же со стороны определенных скандальных историй. Вы как глава областной организации, вы планируете как-то решать этот кадровый вопрос? И каким образом? Как глава областной организации я, увы и ах, никак не могу решить вопрос с депутатами уровня Верховной Рады. У нас нет. Но у вас есть прямой контакт с президентом, на секундочку, вы на этом акцентировали внимание? Опять же, у нас отчасти демократическая страна, и президент не имеет права исключать народного депутата из фракции. Правда ведь? Поэтому для себя внутри я зафиксировал, что, во-первых, нужно общаться с народными депутатами вне зависимости от их фамилии, и вырабатывать здесь, опять же, порядок в том плане, что если есть позиция партии, областной организации партии по каким-то вопросам, касающимся Николаевской области, то народный депутат, ну, как бы, обязан прислушиваться к этой позиции. Он не обязан выполнять, ну, у нас демократическая в этом плане страна, я не могу приказать, но он обязан прислушиваться к этой позиции. Для нас мы приняли решение, что мы будем плотнее работать сейчас все-таки с уровнем области и воспринимать ситуацию такой, какая она есть сейчас. Если у нас есть возможность с помощью тех же норм оперативного мандата влиять на депутатов областного и городского районного уровня, этим мы будем пользоваться обязательно. А с народными депутатами уровня Верховной Раты будем вести просто консультативную, переговорную работу для того, чтобы, ну, как-то вырабатывать единую нормальную позицию. Опять же, вне зависимости от фамилии. То есть, с точки зрения, опять же, того же императивного мандата, недавно принятого закона, да, так называемой партийной диктатуре, никаким образом на народных депутатов отсюда влиять нельзя. Даже через, скажем, близкие, ну, условно говоря, близкая связь с президентом. Ну, норма закона 37.00, которую называют партийной диктатурой, касается совсем не этого. Он касается кандидатов в депутаты, которые идут по партийному списку. А многие сейчас проблемы, связанные с народными депутатами, это мажоритарщики, на них это никак не касается. Опять же, нормы этого закона распространяются на момент до объявления кандидата уже народного депутата. Там же затрагивались и 2014 года. Если он уже народный депутат, то он уже народный депутат. Это уже данность, с которой нужно смириться и с которой нужно работать для того, чтобы сглаживать углы. Мы обсуждали этот просто закон у нас в студии, в одной из передач. Если вам будет интересно, посмотрите в записи. И там не так, все гладко. Там есть трактование, по которому можно и народного депутата сейчас отозвать. У нас был юрист, который мы разбирали эту передачу, разбирали этот закон. Ну хорошо, смотрите, давайте не будем лукавить, у вас есть связь с президентом. Правильно, прямая. То есть вы являетесь советником и вас, в принципе, слушают и принимают президент. Что немногие народные депутаты, в принципе, такой возможности не имеют. Чего греха таить, Юрий Луценко, в принципе, тоже лицо, которое постоянно контактирует с президентом, как глава фракции. Правильно? Слушай, да. То есть в любом случае у вас есть возможность через президента обратиться к Юрию Луценко для того, чтобы провести какую-то, в кавычках, воспитательную работу с сильно взорвавшимися народными депутатами, которые оторвались. Почему я это говорю? Потому что народ, голосуя за БПП, голосует за какую-то линию. Понимаете, о чем я? То есть мы не голосуем там, то есть голосовали за сильного президента, который обещал жить по-новому, и которому нужен был, вот он, да, вот такое было послание, что мне нужна сила Верховной Раде, чтобы все эти изменения внедрить. А получается, к сожалению, получается вот эта вот, как вы говорите, демократия, она привела к достаточно расшатываемой ситуации внутри самого БПП. То, о чем мы вначале говорили. И тут соответствующий вопрос. Будете ли вы как-то вот эту линию партии, что ли, усиливать или более сильнее обозначать? И каким образом, самое главное? Ну, во-первых, для того, чтобы общаться с Юрием Уценко, мне не обязательно выходить на него через Петра Алексеевича. Мы и так хорошо с ним знакомы. И более того, я с ним общаюсь сейчас как раз по поводу всех этих вопросов. Усиливать линию партии, да, безусловно. Единственное, что опять же, вы постоянно уводите в сторону Верховной Рады. Верховная Рада очень важна, безусловно важна. Но для нас сейчас значительно важнее формирование позиции партии на областном уровне. Потому что, когда там все бегают, там сейчас очень модным словом децентрализация, многие ведь не понимают, что, во-первых, этот процесс идет, а во-вторых, влияние этих процессов как раз и передаст очень много полномочий на местный уровень. Нужно сформировать нормальную работу здесь, в первую очередь. Поэтому больше мы упор все-таки будем делать на областном уровне, чем на позицию партии в Верховной Раде. Хорошо. И есть еще два очень горячих вопроса, которые просили задать вам. Первый вопрос – это что вам известно вообще о долгах партийной организации после выборов? Известно, что они существуют. Вот я сегодня вечером уезжаю сейчас в Киев и, в общем-то, буду как раз центральным секретариатом обсуждать вопрос, что какие-то долги есть, их нужно систематизировать и погашать. То есть, хорошо, тогда такой шкурный вопрос – а деньги откуда? Из Киева. Из Киева. То есть все долги, которые получились в результате выборов, должны будут погашены за счет Киевских? Да, потому что почему-то… Нет, они должны быть погашены за счет фонда партии. Потому что, условно, ко мне подошел представитель одной из организаций, который говорит – вот, Водотурский должен. Но это не Водотурский должен, это партия должна. То есть у нас любимая традиция – это отождествлять партию с одним человеком. У нас партии просто вождейского типа. Да, да. И тут сразу второй вопрос. Отлично, вы прямо сделали подводку такую, как говорят на телевидении. Вы уезжаете в Киев. Очень многие люди спрашивают, а как вы вообще собираетесь управлять партией, если большую часть времени вы проводите в Киеве? Не большую часть времени. Я неделю через неделю. Я неделю в Киеве, неделю в Николаеве. И люди же не спрашивали, как я умудрялся в 2014-2015 году неделю проводить на фронте, неделю в Киеве. И работая советником президента Украины, сидеть не в каком-то там классном кабинете в администрации президента. У меня его и нет. Я и не требовал себе какой-то кабинет. И при этом работать еще волонтером. Вот получается. Я позволю себе еще парочку таких личного плана вопросов. Один связанный как раз с вашими переездами частыми в Киев, в Николаев. Вы вообще не задумывались о том, чтобы переехать в Николаев, пожить какое-то время постоянно здесь? Так я неделю живу в Николаеве, неделю живу в Киеве. У меня работа и там, и там. И второй вопрос. Если захотите, ответите на него. Не захотите, нет. Вот скажите, глава партии, это вообще оплачиваемая должность, либо не оплачиваемая? Нет, оплачивается должность руководителя секретариата партии. То есть, это администрация, которая работает на фултайне. А советник президента, это тоже общественная? Советником президента ни секрета, ни тайна. Произошел смешной казус. Меня, в общем-то, назначали советником штатным. Это госслужба, это какая-то там даже зарплата. Причем зарплата, мне там говорили, ну какая-то большая зарплата. 1800 гривен? Нет, там большая зарплата. То есть, это госслужба какого-то очень высокого ранга. Но парадокс в том, что я не скрывал, что у меня нет высшего образования. Я не скрывал, что я это высшее образование, там не буду сейчас бегать, бегом-бегом покупать какой-то диплом, какого-нибудь несуществующего вуза. И назначить меня штатным советником президента Украины технически невозможно. Я не могу быть на госслужбе. В юридическом смысле, да? Хорошо. Итак, вот тема нашей передачи называлась «Перезагрузка БПП или смотрящая из Киева». Очень много в связи с вашим избранием, я правильно сейчас сказал, да? В связи с вашим избранием культивируется слухов, связанных с тем, что президент хочет усилить усилить свое влияние в Николаевщине с помощью вас. Почему так говорят? Потому что очень сильно аффилирует нашего губернатора с премьер-министром. То есть, определенно есть перекос в плане влияния на регион с позиции Яценюка, нежели с позиции президента. И ваше назначение многие рассматривают сквозь призму того, что вы такой, так себе сказать, смотрящий из Киева, который приехал сюда, чтобы контролировать деятельность БПП и какие-то бразды власти, что ли, так скажем, перехватить. Как вы можете это прокомментировать? Предайте, меня называли смотрящим за Министерством обороны. То есть, правильная тенденция, да? При этом, для очень многих людей, которые вот такую позицию озвучивают, наверное, это вершина их желания сидеть, ничего не делать и смотреть. Но и в Министерстве обороны мы, в общем-то, работали достаточно плотно по реформированию самого Министерства обороны. Да и тут, в общем-то, это работа. В первую очередь, это работа. Поэтому сидеть и смотреть. Может быть, кому-то это хотелось бы так, но, увы, я не буду сидеть и не буду смотреть. Насколько Вадим Мериков человек Яценюка, а я человек Порошенко и насколько это потенциально какой-то конфликт, это чушь. У меня с Вадимом хорошее, конструктивное, как вот это такое, хорошее политическое слово, конструктивные взаимоотношения. Мы с ним познакомились в 2014 году и, в общем-то, с тех пор все мои просьбы, желания, связанные с волонтерской деятельностью, там, по 79-й бригаде, он полностью помогал, насколько мог помочь в рамках своих полномочий. То же самое сейчас. Я здесь занимаюсь политической позицией, политической жизнью партии БПП «Солидарность». Я не лезу в активную экономическую деятельность обл. госадминистрации. Я ему озвучиваю какие-то наши совместные решения, как бы он их может к ним прислушиваться, может не прислушиваться, пока что прислушивается. Поэтому это не усиление позиции президента, это просто усиление работы, чтобы все работали вместе. То есть у вас существует какой-то четкий план, я так понимаю, работы вы для себя это прикинули. Хотелось бы еще задать, конечно, вам много вопросов, но время передачи, к сожалению, уже подходит к концу, и у нас осталось буквально несколько минут, и по традиции мы хотим предоставить вам слово, чтобы вы, если считаете нужным, рассказать зрителям о том, что их ждет, какая работа, то, о чем вы говорили, в рамках правовладной партии, и как вы ее будете тут выстраивать, и что в результате мы получим? Работать надо многом, работать надо всем, и начинать надо с мелочей. Обвинять Киев, Верховную Раду, говорить, что рыба гнет с головы, это удобная позиция, и удобно на тем, особенно тем людям, которые не хотят ничего менять в самих себе. Мы будем работать, и, в общем-то, мы уже работаем, мы мотаемся сейчас по районам Николаевской области, мы не летаем на вертолетах, мы знаем состояние тех же дорог в Николаевской области, и работать надо всем. Если где-то уничтожают дороги большегрузные автомобили, то ведь те же местные жители могут поднимать этот вопрос, поднимать зачастую достаточно жестко, как это сделали на трассе Николаев-Днепропетровск. Давайте все вместе работать, и не бояться работать, и не бояться поднимать вопросы, даже вот в такой ультимативной форме. Вот, собственно, и все. Спасибо вам большое, уважаемые зрители. Сегодня, я надеюсь, мы поняли, что ждать от нашей местной организации партии власти, так сказать, что ждет нас, к чему приведет, и спасибо большое нашему гостю Юрию, за то, что уделили нам время, и смогли ответить на те вопросы, которые волнуют Николаевцев. На этом мы с вами прощаемся. У нас в гостях был Юрий Бирюков, и с вами были Острев Андрей и Игорь Пох. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин